Мировые державы начали гонку за редкозём. Редкоземельные элементы – важнейшие металлы, необходимые для осуществления климатического перехода. Ведь без них невозможно производить электрические батареи, ветряные турбины и сетевые устройства. Пандемия, кризис полупроводников и война в Украине выявили уязвимость логистических цепочек. Европейские институты стремятся объединить усилия государственных и частных игроков для развития сектора, способного снизить зависимость ЕС от поставщиков критически важного сырья. Каждую неделю мы видим всё больше проектов, связанных с сырьём, и в частности критически важным сырьём. За последние два года в Европейский инвестиционный банк поступило не менее 80 досье. Нас интересует полный цикл от добычи и переработки до сборки и строительства заводов по производству батарей. Компании намекают, что новая технологическая битва должна вестись на континенте. Освоению новых месторождений в Европе порой мешают бюрократические барьеры. Открытие шахты иногда может занять 15-20 лет. При этом большая часть времени уходит на выбивание разрешений. Я думаю, что у нас есть возможность сделать этот процесс проще и быстрее. В то же время в ЕС входят 27 государств с совершенно разным законодательством, касающимся горнодобывающей промышленности. Нужно попытаться привести всё это к общему знаменателю и вместе двигаться вперёд. Но борьба за сырьё и технологии также поднимает вопросы общественного консенсуса. Для разработки редких земель необходимо убедить граждан и местные власти, что польза от открытия шахт перевешивает риски, связанные с загрязнением окружающей среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова